Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12. В студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. Бизнес терпит убытки и противозаконный прессинг властей. Чтобы спасти предпринимателей, нужны решительные действия народа. Агенты КНБ провалили убийство Аблава Саджумаева. Планы спецслужбы разрушила его жена Айгуль, предав похищение и огласки. Сейчас отважной семье нужна помощь. Белорусский протест набирает обороты. Президентское кресло зашаталось под Лукашенко. Силовики и пропагандисты не спасут режим от падения. В правительстве разрабатывают план поэтапного выхода из карантина. Чиновники больше не могут ограничивать работу бизнеса. Если жесткий карантин продлится, то после него уже некому будет возобновлять работу. Улицы городов будут заполнены пустыми витринами и безработными людьми. Действия правительства приближают экономический крах Казахстана. Спасение населения от коронакризиса зависит от активных действий граждан. Многие из этих заведений не смогут открыться после токаевского карантина. Несколько месяцев люди просидели дома, накапливая долги. Граждане не могли ни зарабатывать, ни использовать деньги. По мнению экспертов, каждый второй казахстанец останется без работы. Сейчас более миллиона предпринимателей испытывают очень серьезные трудности. Мы видим, что 45% практически всех предпринимателей были вынуждены распустить своих работников, вынуждены отпуска, неоплачиваемого отпуска. Теперь мы видим, что где-то около 300 тысяч предпринимателей завтра может уже не вернуться в рынок. То есть они обанкротятся, и это, конечно, будет очень серьезный удар по экономике. Когда люди не могут трудиться на своих рабочих местах, страдают не только они, а и вся экономика. Ведь бизнес не может делать кредитные выплаты в банки. Ни бизнес, ни банки не платят налоги. Без вливаний в бюджет рушатся государственные институты. Одна за одной, как костяшки домино, валятся жизненно важные системы экономики. Менее 10% населения смогли разово получить 42 тысячи тенге. Только в Алматы оштрафовали более 700 заведений, которые старались выжить во время карантина. Торговцы с разных регионов собираются на митинги у местных базаров. Без работы им просто не на что купить еды. Отсрочки по кредитам нам не дали. У нас кредиты растут, пения растут. Каждый день банки звонят. Вот сейчас я пойду в банк улаживать ситуацию. Теперь предприниматели по заниженным ценам продают свой бизнес. На торговых площадках стали появляться сотни таких предложений из сферы развлечения и обслуживания. Даже можно купить готовое производство с оборудованием. За 2 миллиона тенге можно купить столовую на 100 посадочных мест в Астане или салон красоты в центре Алматы за 3 миллиона тенге. Отсрочки по кредитам не помогают. Это лишь увеличивает долговую яму для предприятий. То, что называется кредитная отсрочка, это не кредитные каникулы, это кредитная отсрочка. Очень многие на этом попались весной. То есть за то время, пока вы не платите кредит, вам все равно начисляются проценты. В принципе, по ряду заемщиков, которым это действительно надо, можно было бы сделать кредитные каникулы. Но не стоит забывать, что в этом случае может придется потом спасать и банки. Государство обязано выплатить из бюджета все проценты по кредитам юридических лиц за 5 месяцев. Это минимальное, что может сделать власть для населения. Но они поступают прямо наоборот. Ради пополнения пустующего бюджета налоговые службы еще жестче взялись за предпринимателей. Практически во всех случаях налоговики выигрывают суды. Триллионы тенге дополнительно выделяют на бесполезные программы. Коррумпированная система сама себе вставляет палки в колеса. На поддержку государства невозможно надеяться. Хочу обратиться к бизнесу. Вы сейчас находитесь в тяжелейшем положении. И с каждым днем ваша ситуация будет ухудшаться. Не пытайтесь отсидеться где-то в стороне. Мы построим свободную страну, где будут возможности для развития и бизнеса, и всего другого, которые характерны для свободной и сильной страны. Чиновники не понимают, что давление на предприимчивых людей – это бомба замедленного действия. Чтобы выжить, малому и среднему бизнесу остается бороться за свои интересы. Единственный способ повлиять на ситуацию – это организация ячеек и поддержка мирных протестов на площадях. Мы добились главного. Вся страна осознала, что этот действующий режим гнилой, проворовавшийся, и у нашей страны нет будущего с этим режимом. Это огромное достижение, я считаю. И осталось сделать второй шаг – объединиться. Первое – объединиться через ячейки. И третье – после этого организовать массовый выход на митинги по всей стране. Подключайтесь к борьбе, помогайте активистам, финансируйте наши политические движения, и мы завтра добьемся успеха. Алга, Казахстан! Если вы потеряли заработок из-за карантина и государство вас не поддержало, не теряйте время зря. Собирайте ячейку из людей, которым вы доверяете, и связывайтесь со штабом ДВК. Все интересующие вас вопросы вы сможете задать по видеосвязи лично Мухтару Аблязову. Со двора собственного дома был похищен Аблавас Джумаев, муж известной активистки Айгуля Кберды. Три дня Айгуль искала своего мужа. Она сразу заподозрила, что в исчезновении мужа замешаны власти. Точно так же среди ночи из дома пропал Дулата Годил, а домой вернули холодный труп. Волонтеры помогали ей в поисках. Ночью с 7 на 8 августа Аблавас вернулся после похищения и объяснил свое отсутствие тем, что он опасался за свою жизнь и прятался в степи. Аблавас был похищен 5 августа со двора собственного дома. Об этом нам сообщил источник из полиции Актау. Ни полиция, ни КНБ не признались в похищении. И это означало, что жизнь Аблаваса находится под угрозой. Супруга Аблаваса Айгуля Кберды сразу забила тревогу. Из-за того, что я тоже испугалась, а вдруг его забрали, убили, как Дулата Агадыля. Как это было 25 февраля 2020 года. Гражданский активист Дулата Агадыль был убит полицейскими. Его забрали также из дома. Он мирно вышел и домой не вернулся. Такой же страх был у Аблаваса. Айгуль было понятно, что если ее муж не взял с собой телефон и ушел среди ночи в домашней одежде, не предупредив, значит здесь замешан Комитет национальной безопасности. Когда они похитили Аблаваса Джумаева, они думали расправиться с ним. Но в связи с тем, что прозвучали прямые обвинения в адрес Карима Масимова, Самата Абиша, А также ряда людей, которые имеют прямое отношение к Тимуру Кулебаеву, они задумались и решили вернуть его обратно, Аблаваса Джумаева. Но при этом, оказав мощнейшее давление, сказав, что они расправятся с его семьей, с четырьмя детьми. Требования граждан освободить Аблаваса Джумаева и широкая огласка заставили КНБ отказаться от очередного убийства. Аблаваса отпускают с условием. Он будет озвучивать версию КНБ о неправду, а его похищении. Здравствуйте. Вы уже слышали о моей ситуации. 5 августа около 8 часов утра я вышел из дома. Потому что майор Махмотов Нуржан угрожал мне по мессенджеру. И я боялся, что со мной поступят так же, как с Дулатом. Каждый, у кого есть дети, прекрасно поймет Аблаваса. Только на прошлой неделе оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на камеру просила народ Беларуси сдаться. Спецслужбы вынудили Светлану сказать это, угрожая расправой ее семье. Я лишь думал о безопасности своей семьи, поэтому вынужден был ненадолго скрыться. Но когда увидел, как переживает семья, решил вернуться домой. После обнаружения его сразу же посадили на 10 суток за нарушение закона о мирных собраниях. За то, что 3 августа он пришел к зданию полиции узнать, где находится его задержанная жена. Айгуль арестовали перед поминальным асом в честь Дулата Агадила. У нас в Казахстане творится такое, да, из-за того, что мирные гражданские активисты пришли поддержать меня, всех посадили на 7 суток, на 10 суток, всех оштрафовали, невзирая на то, что женщина, мать, бабушка. Всех оштрафовали, даже девушку молодую посадили на 7 суток. Конечно, у нас в стране сейчас творится такое, такой абсурд творится. Теперь Аблавасу грозит тюремное заключение сроком на 2 года. Ситуация усугубляется тем, что Айгуль осталась одна с 4 детьми и они живут во времянке. Что мы можем сделать, чтобы давление на Айгулю ее мужа прекратилось? Мы должны выступить единым фронтом и организовать давление на режим. Нужно говорить о преследовании семьи по политическим мотивам, записывать видео и собирать средства в их поддержку. Люди понимают, что даже незначительная сумма станет подспорьем в борьбе Айгуль за свою семью и свободу мужа. Когда даже при Допротиве не спросили, вы поддерживаете программу ДВК? Да, мне нравится, черт возьми, мне нравится программа ДВК так же, как Духи Шанель. Мы даем реквизиты Айгуляк-Берды, чтобы помочь финансово этой семье, которая не сломалась, не предала своих убеждений под натиском НУР-режима и продолжает бороться за демократический Казахстан. Айгуляк-Берды получила огромную поддержку со стороны общества. И даже тогда, когда ее муж был посажен в тюрьму, она была лишена любых доходов, на которые могла бы задержать свою семью. Именно в этот момент наши граждане откликнулись и начали помогать этой семье. Я хотел бы поблагодарить всех казахстанцев, которые сделали свой вклад, чтобы эта семья выстояла. Стране нужны такие лидеры, как Айгуляк-Берды. Сильные активисты, которые борются с режимом. Я вообще не жалею, наоборот. Теперь они будут знать, что со мной играть нельзя. Я им говорила, я им предупреждала, если в нашу сторону будет какое-нибудь еще беззаконие, я еще такой Казахстан подниму. Я подниму весь Казахстан, не только Казахстан, я подниму весь Европу. Пока вы смотрите, в комментариях кипят обсуждения. Поделитесь своим мнением и вы. Также подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Белорусы смогли зайти намного дальше, чем казахстанцы на выборах Тукаева в 2019 году. Тогда пропаганда ОКОРДЫ заставила людей поверить в ложного оппозиционного кандидата Амиржана Касанова. И раздробить протестные силы на лагеря. Подобные политические марионетки намного опаснее, чем дубинки спецназа. Госканалы прикрывают преступления силовиков и снимают постановочные сюжеты о несуществующих провокаторах. Грубая сила и ложь – примитивные инструменты авторитарной власти как в Беларуси, так и в Казахстане. – Пожалуйста! – Смотите, ребята! – Что вы делаете? – Редак! – Что вы делаете? – Редак! – Редак! – Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автократия держится на жестокости силовых структур и лживости официальных СМИ Вот спецназ в полной экипировке, резиновые пули, светошумовые гранаты и бронетехника Весь этот репрессивный механизм задействован против мирных митингующих, журналистов и даже случайных прохожих Когда полиция грубо задерживала мирных демонстрантов, окружающие защищали жертв незаконного ареста Мочите! Камни, камни, давайте! Три дня в республике был недоступен интернет и мобильная связь Большая часть телекоммуникаций в стране под контроль на Лукашенко Поддерживать связь со страной можно было только через Телеграм Павел Дуров специально включил в мессенджере инструмент антицензуры Благодаря мессенджеру сквозь информационную блокаду мир видит настоящих преступников Которые избивают и расстреливают ни в чем невиновных людей Флешки А кто это? Федосинка Флешки достал? Угу Поздор, да Парк 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 Песня 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 Парк 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 Ну не бейте от того все Ужас 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 Парк Да не бейте пожалуйста Что вы делаете Благодаря независимым источникам мы знаем, что протестующие не бьют витрины и не переворачивают машины Провластные телеканалы сообщают о поимке провокаторов Якобы они получают деньги от штаба Баба Рика за провокации Ясно Эти деньги ваши? Да Сколько здесь суммы? Не помню, 9 тысяч 9 тысяч? Откуда они у вас появились? Мои деньги заработали Еще раз посмотрите, это точно ваши деньги? Еще раз? Да Вы их никому не выдавали? Нет Никому не выдавал, это мои личные деньги все до одного Однако с журналистами связалась семья одного из задержанных Они подтвердили, что мужчина занимается комиссионной продажей авто Есть договор, все по закону Основу всех этих так называемых протестующих Люди с криминальным прошлым и сегодня безработные Очередной обман пропагандистов раскрыт Но подобные вбросы режим производит в избытке С провластных каналов по собственному желанию увольняются ведущие Обманывать страну с госканалов теперь неприлично Массово подают в отставку сотрудники правоохранительных органов Я давал присягу своему народу И глядя на то, что происходит в Минске своими глазами Я просто не могу гордиться тем, где я служил И я не могу носить эту форму и хранить всегда ее дома Я никогда не думал, что это произойдет Но я с радостью это все уничтожу Зря я служил там Очень сильно я зря пожалел об этом Кандидаты от оппозиции Светлану Тихановскую с помощью давления и угроз власти заставили покинуть страну Они захватили Светлану в кабинете главы Центральной избирательной комиссии, когда она пришла обжаловать результаты выборов Там ей угрожали расправой над ее семьей Показали видео слежки за ее детьми, а также запись того, как избивают и угрожают оружием ее мужу После этого Светлану заставили зачитать на камеру обращение протестующим Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона Я не хочу крови и насилия Я прошу вас не противостоять милиции Не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизнеопасности Запись была сделана под давлением в кабинете Лидии Ермошиной Вот глава ЦИК дает интервью журналисту, сидящему на том же диване и с теми же жалюзи на фоне Опубликовано видео на провластном телеграм-канале Из-за угроз Светлана была вынуждена бежать в Литву Откуда записала обращение уже от своего имени и опубликовала на канале мужа Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально Я приняла очень тяжелое для себя решение Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я Агенты КГБ даже не постарались сделать запись правдоподобной Светлана всегда обращается к народу, смотря в глаза Казахстанские спецслужбы также режиссируют публичные покаяния, записанные под давлением Так бывших сторонников Мухтара Облязова заставляли лгать и свидетельствовать против него на камеру Это общие методы для всех авторитарных режимов Но людям не нужны лидеры, чтобы вместе требовать перемен Мы просим действующую власть остановить насилие Прислушаться к воле народа Эти люди никуда не исчезнут Они уже не смогут забыть о происходящем Они не смогут жить, как раньше Им не сотрешь память Каждый белорус выходит за свое будущее и не отступит, пока диктатор занимает свой пост Жители мировых столиц поддерживают стремление белорусов к свободе Невероятные издевательства Репрессии против кандидатов, их команд Против журналистов, блогеров, активистов, мирных манифестантов Уровень насилия после голосования, жестокого насилия Все это неприемлемо Мы осуждаем насилие и призываем белорусские власти Отпустить всех тех, кого задержали незаконно Исключительно по политическим причинам Высокопоставленные чиновники Европы и США призывают Лукашенко к пересчету голосов Мировое сообщество поддержит протестующих персональными санкциями против нелегитимного президента Демократические государства поддерживают народы, которые массово и цивилизованно протестуют На сегодня все Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках С вами были новости 16.12 До встречи!